Я работаю здесь в группе, которая занимается зерном после уборки, после ее уборки. Но не только связано с хранением боковых, также традиционная система хранения. В Аргентине, в основном, есть два типа хранения зерна. По-моему, у нас есть металлические или бетонные для хранения. Другая система хранения зерна, в котором находится модифицированная атмосфера. Традиционная система хранения, где у нас металлические силоса или бетонные для хранения. Почему говорят, что система нормальной атмосферы? Потому что на этом этапе, как в сверху, есть 78% литроген, 20% oxиген, и 78% азота, и 21% кислорода. и трасса диоксидо-карбона. И также есть углекислый газ. Почему аппаратура указывается углекислый газ? Потому что у нас находятся грибки, находятся насекомые, которые потребляют кислород и перемывают углекислый газ. Отсюда придется кислород. Кислород поступает через углекислый газ, проходит через все зерно и выходит углекислый газ. И углекислый газ также выходит через те пути, через которые зашел кислород. Важно, в целом, в целом, мы используем концепцию герметичности. Где углекислый газ потребляет и не поступает из углекислого газа. И углекислый газ, который вырабатывается, не поступает в атмосферу, не уходит в атмосферу. Это приводит к тому, что во время хранения увеличивается объем углекислого газа и накапливается в таком случае, что герметичный. И это, с точки зрения хранения, сохранности зерна, очень важное значение имеет. Потому, в том числе, у них есть микроорганизмы, которые зашел кислород. у меня три слоя. это предприниматель, состоящий из трех слоев уна капа остерёвка, бланка, элесо и титани, для защищения расстояния. Это аромат из титани, пиароната, которая отражает солнечное чувство. Тебе стабилизadores, уна капа негра, для защищения расстояния расстояния. Черный слой, который превращает по ступенью, утрафиолетовый, очень нормальный. И, депусть, есть консерванты, для того, чтобы пластик в себе... И, также, имеется консерванты, который в себе пластик, позволяет на открытом воздухе, без каких-то иголонов, чтобы пролезть в какой-то мешок. В процессе изготовления самого ароматного хранения сырьё используется вот такой гранулированный сырьё. И, депусть, во время, и, депусть, депулятора в секунду во время остальных, в Technically, в обихuer酒, который в среду, по мировой кружenden, депусть, последний отçал, и уникальний флобан, и уникальний отлиток. И, депусть, этот материал, и потом на протяжении высоту он начинает обрабатываться и становится вот эта клетка, которую мы видим это клетка, которая дает диаметр рукава Рукавальная травина в Аргентине которая в основном используется в Аргентине и имеет 60-70 метров длины диаметр 204 метра и толщина 235 метров Соли, семена, семена, пшеница, подсолнечник, кукуруза пивной ячмень, рапс, сорго, рис, семена хлопка, фасоль, удобрение и шроп Соли, семена, семена, зерно Грано, семена, семена, зерно а также продукты как шрот, соли и шрот тормятся Грано-аргентин Грано-аргентин В этом графике у нас показаны Варвар лавров эволюцию грано-аргентин в гранаже в миллионр и синий линейн в аргентине и синий коран варвар и хранится в рукавах. Сначала использовалась массиво в Аргентине, или первые тоннерады в Аргентине были в 2000 году? Первое количество зерна, которое хранилось в рукавах, ну, серьезных объемов, началось с 2000 года. И с того, что увеличилось в 2000 году? Не так, как с этого началось с 2001 года до 2010 года. Это очень постоянный серьезный рост объемов хранения в рукавах. И сейчас стабилизировалось 40 миллионов тонн зерна на сегодняшний день застабилизировалось и примерно 40 миллионов тонн зерна по всей стране хранится в рукавах. Это 40% из продукции? Это 40 миллионов и является, как мы говорим, 40% от всего сбора урожая во всей стране. То есть, в Аргентине мы говорим, что Силобольс был фундаментом для эксперимента для производства в Аргентине. В Аргентине это очень серьезный инструмент, который, скажем, позволяет хранить увеличение урожая зерна в стране. и в несколько лет мы 65 миллионов тонн до 95 миллионов за очень короткий период было увеличение 65 миллионов на 95 миллионов и если это увеличение урожаяности если бы не было рукавов для хранения не было места где хранить нет ямкостей для хранения и так как не было для хранения неизвестно что бы с этим зерном было. Один из основных причин которые позволяли что в Аргентине основные причины почему сыграющие на пользу в том, чтобы хранить урожая 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 то есть это например недостаточно финансирование экономической скорость скорость применения скорость загрузки скорость загрузки вырустки и otro феномен importante что между 50 и 60% в аргентине очень важно сообщить что в аргентине производство гранов транспорта не все в аргентине переводится грузовиками в аргентине в аргентине переводится грузовиками и нужно это зерно заложить в поле то что делает что делает загружает мешки потом подсохли дороги спокойно без спешки зерно всегда сухое зерно убирает все вопросы а мастер гран секо аппо аргентин для многого пласта но а если у нас будет рекомендуем на длительную сроку но если для оперативного решения допускается и м м м м а аргентин а армази грамм и лог м м м м м м м м не передает зерно на элеватор и потом элеватор продает зерно и не элеватор зарабатывает он сам хранит у себя зерно и сам везет на продажу и зачастую эта часть является успехом быть рентабельным либо нерентабельным продает и зарабатывает портур лаве функционе и позиция системы другой стороны да и система не настолько превосходно если у меня и в этой системе ограничен а то примерно какие-то не в cuenta и то есть нужно иметь виду, что это рука от полиэтиленов, толщина 1,4 мм и поддерживает механические повреждения, поэтому не нужно для осторожности для обращения. Это очень важно, что произошло в производственной системе изменилия. Скажем, спиральщик обмирали зерно, кто хранит зерно, и очень важное значение эти изменения, что сейчас зерностроится, он как сельхозпроизводитель, он сам управляет своим зерно. И когда пришло это в руки сельхозпроизводителя, зачастую нет концепции хранения, потому что в зерно не было знаний о влажности зерна для хранения, то есть они обновали где-то на элеватор и не забывали, элеватор заглянулся. Сейчас они вынуждены знать о состоянии зерна, о влажности, так как они сами все хранят и сами хранят. Это привело к проблемам, но потом, если производители получили свой опыт, то знали, как все нужно это оправдать. – Об этом ангентинская обморка – – этих рукавов, может быть не идеальное место для хранения где-то визина, где-то скопление влаги. То есть это как-то недостаток системы. И, по-рультиму, скасо-мониторео, как все системы грана-мационного tiene que monitorearse la calidad-то, и сироболса, и также обязательно мониторим, даже если мы храним где-то Севослав, там постоянно контроль за качество дома, и рукава тоже не исключение. Если мы заложим, мы должны постоянно проводить периодический контроль, что происходит. Место, где у нас закладываются рукавы, это должно быть место чистое, твердое, оконченное. Потому что рукав прокладывается, снизу, и потом сложно это увидеть, если у нас не чистые какие-то стерняки, киви, это может прокнуть уже. Если мы закладываем рукава на том же поле, где можно вырастить, что-то не важно. Нормально, удобно использовать эти инструменты, которые у нас удирают где-то по центру, стерню, чтобы чистое место. Инклюзсо летое 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 Мы видим, важно, когда закладывается, чтобы они вылезли первыми по три мешка. Оставлять проходы между мешками, чтобы можно оперативно обработать и убивать все мешки. И не оставить все мешки. Все очень близко к себе закладывается. Со мной по три мешка. Идеально два мешка просто два мешка. когда 1 и саморку ассетта и лауза электрактора ассуна дорога с латерал и латерал это и лакарь и лакарь лакарь и в лакарь и то есть и в лакарь и лакарь и Реклама Идеально 2. Но на Аргентине зачастую можно быть везти, когда... Мешок, мешок, сколько? Мешок, мешок, мешок... Вот, паш, нет, трезорцы. А если не так? А если не так? Не так, не так, не так, не так, не так. А там стоил даже один человек, может быть. Ну, нет. Нет, нет. Но, в принципе, это не так, не так. Но, в принципе, это не так. А то есть это вот так, кто и Labо, который, можно использовать? И давайте потом, можно использовать? Ну вот, это компонент. Это лето? Этттт. Эээээ... Сренимно, ла болса вне плега, с 60 метров была плегаа партураль. Это захода в лохор... У наслажил на Тро. У наслажили, если вам, в лохор... Влиги, у нас есть 100 метров. Длина рукава, длинущаяся 60 сантиметров, она длится примерно 140 килограмм. После того, как вытащили, есть торопки. Это машина на потолке, которая опускается на плечи, где опускаются. И поднимается мешок. И как лебенка, эта лебенка поднимается вверх, поднимается на машине. Это очень важно в начинке и имеет на этом мешок. В этом проведете работы правильно расположить мешок. После того, как мы установили, правильно установили, тогда мы только разрезаем вот эти полоски, которые у нас разрешают на людей. В этом месте, когда снять полоски, мы получили петельное полоски. После того, как снять полоски, они уже получили три метра. Для этого будет универсой. Это, например, снять полоски. либо же нет, но мы более всего рекомендуем, это закрепляет и закрепляет вот эта машинка здесь, которая термическая закрепляет и закрывается у нас, выставили система автоматического отключения и затем прогрели, прогрели, следующий если у нас термозапечатки, если у нас термозапечатки, 20 см если мы заливаем на доску гвоздями, не только залить, нужно еще несколько оборотов намотать на эти бусы термозапевтируется? да, они практически спунут на 2 кг двадцать минут они сварятся на все это нормально это нормально это очень важно Хранят и кормят них. Сенаж можно хранить. Кожа. И кожа. Кожа, и кожа. Здесь, в севере, находится в маленьком зоне, чтобы не было пламени, потому что может быть в воздухе. Мы просыпаем зеребой, потому что начнет длить ветер, и подстраиваем, чтобы болтаться. Здесь нет. Это же самое. Это важно, чтобы не были в世. Когда не длина вода, потому что, например, они приходят и не пропустят в воздухе. Возле подушков не отсталивается вода, потому что животные приходят пить воду, и могут повредить веще. Готово. Взрывы.